Всем добрый вечер. Меня зовут Жукова Татьяна Борисовна. У нас будут семинары, я такой фрагмент взяла из бюджетного учета, который нас, наверное, больше всех с вами волнует. Это вот наши федеральные стандарты, которые вступили в силу с 1 января 2018 года. То есть вы у меня как госсектор будете переходить первые на международные стандарты. Почему этот путь выбрали, я не могу вам объяснить, но взяли именно госсектор, который будет переходить у меня первые. Вначале несколько слов о центре, потому что многие из вас ни разу, может быть, у нас не учились, что вы просто знали. То есть наш центр существует достаточно очень давно, то есть это более уже 26 лет. У нас работают более 250 преподавателей по разным направлениям, но у нас есть разные форматы обучения, потому что ваше направление, оно попадает в эти обучения. Есть форма точная, когда вы в группе вместе со мной, и я вас направляю, то есть по всему курсу, по плану счетов. Это называется очная, чуть попозже скажу, когда у нас будет группа одна единственная. Есть форма открытая обучения, есть и очная онлайн, это когда слушатели сидят за двумя компьютерами, по одному компьютеру слушают просто запись дневной вот очной группы, а по другому компьютеру делают все то же самое, что происходит в аудитории. Как преподаватель я всегда нахожусь в аудитории, если у вас возникает вопрос, я подхожу, мы решаем без ваше, то есть именно проблема, если что-то у вас не получается, то есть именно с обучением. Практически задания вы также делаете, также самостоятельно, все то же самое, что делает очная слушательная. Принцип такой же. То есть единственное, то есть плюс, наверное, еще один, вы не зависите просто от группы. Вот пришли вы на занятие, садитесь раньше, заключаете запись, то есть слушаете, делаете все то же самое. Можете остаться после занятий, еще один плюс, который не связывает вас с группой. Второе, то есть вариант у вас после курса, то есть ровно три месяца на запись этих занятий, и вы можете еще три месяца меня слушать и днем, и ночью, когда вам удобно, в каком виде, то есть без разницы в этом плане. Поэтому открытое обучение, он есть плюс, но лучше, особенно начинающим могу сказать, лучше в очную группу попасть, чтобы я вас за вами следила, то есть как вы все-таки справляетесь с планом счетов, потому что вариант есть. Ну, немножко о себе, то есть у меня высшее образование экономическое в области бухгалтерского учета проработало 20 лет, 20 лет, среди них как раз 8 лет я работала главным бухгалтером, и 3 года у меня было бюджетно, правда, образовательное учреждение, то есть я работала главным бухгалтером. Но последние уже 16 лет я работаю в педагогике, в основном, ну, я не буду называть свои направления, вы можете это прочитать на сайте, а в основном это все равно, то есть и бухгалтерский учет, и курсы 11, то есть здесь у меня по нашему направлению, я могу сказать, конкуренции нет, потому что я веду его одна, то есть, но, к сожалению, группы, они не стали набираемы, поэтому курс он встречается вот так достаточно очень-очень редко. Сам семинар, он, конечно, предназначен, чтобы я вас познакомила именно с этим курсом, программой курса, чтобы показать, что он очень такой насыщенный. Продолжительность у нас с вами 1 час, то есть в нашем виде академических это 45 минут, а у вас час. Описание курса, то есть считается курс продолжением бухгалтерского учета, я вам уже здесь исправила, что 18-19 год, потому что у нас уже преддверие 19-го года идет. Но знание бухгалтерского учета, если кто действительно начинающий, в курсе казенной бюджетно-автономной организации не предоставляется. Я просто вам показываю то, что происходит в бюджетном учете. Сама продолжительность курса 20 часов, в основном это выходного дня или вечер, то есть происходит, бывает, то есть именно утро-день ставят группы, но у вас, вот то, что я вам сказала, 52 часа самостоятельной работы и весь вот теоретический материал, который я отдаю обычно в курсе, вы-то вам придется это изучать просто самостоятельно, потому что информации очень-очень много и приходится это применять именно в виде как самостоятельной работы. Сама программа курса, она состоит, видите, из 17 модулей, но сразу предупреждаю, в программу курса не заложена, то есть именно бюджетная отчетность, как бы основные элементы знакомства я вам говорю, то, что происходит в отчетности, но заполнения отчетности у вас нету в этом курсе. А так по-разному темы, то есть именно курса вы проходите, то есть знакомитесь с планом счетов, то есть начинаете его открывать, смотреть, где, какой счет и все отражается, и вы можете вот этот вариант для себя использовать. В сам курс, опять же, внедрен просто немножко, то есть некоторые элементы налогообложения, и по курсу вы у меня заполняете две декларации, НДС, то есть и налог на прибыль. То есть поэтому как бы два налоговые декларации, то есть вы можете их в курсе уже видеть, как они заполняются. Цель курса – это дать начинающим, то есть бухгалтерам в бюджетной сфере, именно знания первоначальные, помочь им, то есть работать с планом счетов. А практикующему, что курсу он дается для всех, то есть и практикующие, они обновляют просто знания, что-то у них так ложится, то есть по полочкам в голове, то есть что-то им приходится переделывать. Да, я знаю, переделывать приходится практикующим достаточно много. Целевая, опять же, аудитория, в большей степени, это, конечно, госсектор, бюджетная организация, потому что рыночной экономике он ничем не поможет, хотя если ваша организация, просто бывают такие элементы, что вам выделяется, вы выиграли тендер, вам выделяются субсидии, ваша организация как бы разделилась на две половинки сразу. Одну часть вы ведете по рыночной экономике, а другую, то есть по плану счетов, бюджетной сферы. Поэтому как бы иногда попадает и организация, которую использует и тот, и другой план счетов, но затруднения есть, очень большие, потому что нужно вести двойной учет тогда. Уникальность курсов, ну, не знаю, как вы, если вы обследуете интернет, я бы сказала, его нет, потому что если то, что я вижу иногда в интернете, да, просто я считаю, что программа курса в какой-то степени скопирована с моей программой курса, потому что мне часто встречаются одни и те же одинаковые фразы, причем без изменений, поэтому, может быть, да, то есть аналогов нет, хотя есть организации, которые тоже ведут курсы в казенные, бюджетные, автономные учреждения. Это я не отрицаю, они существуют у нас с вами. Теперь вместо цепочки нашего курса, не забывайте, предварительная подготовка, она обязательно должна быть, вы, бухучет, у меня должны знать, обязательно, но после этого курса, если вы будете считать, что вам недостаточно налогообложения, значит, нам придется идти на курс налогообложения, но я вас больше в степени после этого курса тоже приглашаю на один из бухгалтерий государственного учреждения, потому что мы вручную не ведем с вами, мы ведем это в программах, и, конечно, посмотреть, как она выглядит, то есть вам стоит. Теперь вот особенно обращаем внимание на вот следующий ваш пункт, зарплата, зарплата и кадры бюджетного учреждения. Многие слушатели нашего центра, они идут курс, который рыночной экономики, но у вас совсем другая, то есть программа, зарплата управления персоналом, поэтому вашим менеджерам нужно просто сказать, что вам нужно бюджетного учреждения, тогда вы попадете именно на те курсы, которые необходимы. Ну и с направлениям могу вот семинар вам посоветовать, закупки товаров по 223, если что-то меняется, юристы у нас с вами сразу вам информацию будут присылать, и вот еще есть один курс, такой мини-курс, главный бухгалтер. Если, допустим, вы не знаете, как составляются должностные инструкции, допустим, как работать с конкурентами, тогда вот можно вот еще применить именно бюджетной сферы главный бухгалтер, больше направлений других нет. Где находится наш курс, я вот стрелочка показала, если вам видно на экране с ним, то есть вот это ваше направление, которое вы можете просто использовать. Именно бюджетная сфера, все остальное это касается, на сайте этот фрагмент у вас тоже есть, и поэтому вы можете себя просто использовать. Такие вот фрагменты. Открыли сайт, там прямо эта картинка у вас есть. Вы можете ее всегда для себя скачать в PDF. А теперь я вас приглашаю вот именно в группу, потому что другого в конце курса семинара я не буду этого делать просто. Лучше в начале, чтобы вы заострили это внимание. То есть курс он 20 часов, и вот открытое обучение я могу вас пригласить 7 ноября с 10 до 17. То есть там они занимаются как бы 20 часов, но можно заниматься 4 дня по 8 часов. Потому что там есть курсы, которые имеют больше часов. А вот в очную группу, особенно я бы хотела вас пригласить, в очную группу. Ее сейчас перенеслись, и даже кто-то еще планировал записаться. На 1 февраля 2019 год, это будет вечер с 18.30 до 21.30. Можете вот, может, информация взяла уже у себя, поэтому ее, то есть не будет переносить, она точно реально будет, эта группа. Потому что в этом плане, то есть я буду за ней просто прослеживать, поэтому можете записать в расписание. Ну и по окончанию курса, то есть у нас выдаются вот документы. Если у вас есть именно образование, то есть высшего образования, или, допустим, специально профессионального училища, колледжа, тогда удостоверение о повышении квалификации. Если вы не предоставляете, то есть документы, тогда или свидетельство, или справка в окончании просто курса. Если вы идете дальше, допустим, на 1С, допустим, то есть именно государственное учреждение, тогда удостоверение будет как раз прописано, что со знанием, то есть программа 1С, может, и зависит просто от вашей просто программы. Но не забывайте, как только вы заканчиваете курс, последний день занятия, на следующий день у вас в электронном виде, в личный кабинет, в личный только, появится на иностранном языке. Поэтому эти элементы вы всегда у меня просто опомните. Ну, вот это ваше новое приглашение вам в группу. Ну, а теперь, то есть я начну именно с наших с вами элементов. Во-первых, то есть федеральные стандарты, то есть они с 1 января, их вступило в силу, то есть 5, это 256 Н, вот как раз концептуальная основа бухучета, их можно скачать всегда и казначейство.ру, и затем министерство финансов зайти на сайт, то есть там они все просто у вас расположены. Нужно начать с первого. Я буду сейчас его открывать, и вы увидите. Особенно бы хотела, чтобы вы изучили очень подробно 257 Н, основные средства. 258 Н связаны с арендой. Прямо можете номер написать, допустим, и просто аренда. 259 Н, кто занимается обесцениванием активов, потому что он вам пригодится. И последнее вот то, что вступил в силу 260 Н, это то есть предоставление бухгалтерской отчетности, маленькие фрагменты из этих, то есть элементов, стандартов. Я буду с вами еще сегодня открывать, вы просто их все увидите. Вступили они в силу с 1 января, но отразить мы с вами должны с отчетности за 18-й год обязательно, то есть эти элементы, которые вы должны использовать. Ну, я начну с первого, которое, то есть у нас с вами называется капситуальная, то есть именно основа бухучета. То есть я буду вам показывать просто на экране, что вы могли посмотреть. Во-первых, стандарт применяется, видите, написано с 1 января, я выделила такие фрагменты, вам отдельные, составляется с отчетности 18-го года. Это как бы первый ее фрагмент. Потом федеральный стандарт устанавливает единые требования, определяет правила ведения бухгалтерского учета, это обязательно. То есть здесь же идут термины определения, поэтому вы должны всегда помнить про это, что здесь термины можно вернуться всегда, изучить, что такое субъекты, я не буду на этом останавливаться, может, у меня документов сегодня очень много, чтобы я вам информировала. Затем, что под субъектами понимается, здесь перечисляются все наши с вами организации, которые, то есть работают в госсекторе, поэтому, начиная с пункта пятый, можно написать пункт пятый, то есть делится бухгалтерская отчетность уже с этого, то есть федерального стандарта, на индивидуальную, он, видите, консолидированную, и бухгалтерскую отчетность. Потом идет определение. Индивидуальная бухгалтерская отчетность, то есть сюда относятся это данные предоставления финансовых, финансовых активов, финансовом результате движения денежных средств и другой информации. В основном, то есть она используется, в законе сказано, для финансового контроля. Ну, чуть позже я вам покажу, как можно сделать просто в виде таблички, то есть именно финансовый контроль, вы будете просто информацию для себя иметь. Ну, а в самом курсе я вам дам это все в электронном виде просто. Индивидуальная отчетность подлежит публикации, является кто кого обязательно, обязательно. Здесь, видите, то есть я как бы фрагменты. В восьмом пункте ваша отчетность будет делиться, то есть на общего назначения и специального назначения. Вот где у нас с вами не требуют, то есть именно предоставление отчетности, это называется общего назначения. Ну, допустим, может быть, контрагент, да, наш с вами. То есть поэтому это, то есть именно считаться будет общего назначения. Но есть, то есть еще одно понятие, которое называется специального назначения, которое обладает правом требовать от нас с вами отчетности. Ну, в основном, вот я здесь первые фрагменты выделила вам, это может быть президент, то есть высшие должностные лица, главы муниципальных образований. Поэтому она все равно уже придет письмо или требование, и мы должны будем с вами использовать. Сами показатели используются, видите, для финансово-экономического анализа. Потом то есть сказано, что мы должны хранить с вами документы, я чуть попозже вам скажу. Затем в бумажном варианте, в электронном формате. Но если вы сохраните в электронном формате документы, нужно это прописать в приказе в учетной политике обязательно, потому что мы не все с вами делаем в электронном документообороте, поэтому вам нужно обязательно это сделать. Потом идет основные правила ведения учета, потому что он самый главный, вот этот считается стандарт, отражается как раз по факту совершения, независимо получены или выплачены ваши расчеты, денежные средства, поэтому, то есть у нас все равно метод начисления с вами считается. Отражаем мы на счетах методом двойной запись, видите, даже здесь, да, указано у нас с вами в стандарте. Ну, потому что из букв учета вы эти элементы знаете. А потом, вот смотрите, рабочий план счетов утверждается учетная политика. Я просто вам на экране сейчас покажу, то есть какие фрагменты у вас должны быть просто в основном. Ну, а в основном приказ об учетном, он может выглядеть в таком виде, только не забывайте, если вы, то есть вот у нас приближается просто, во-первых, 19-й год, приказ об учетной политике вы обязательно должны были в 18-м издать, потому что у нас купили силу федеральные стандарты. И в ваших учреждениях вы проверьте, есть ли приказ об учетной политике с 1 января 18-го года. Он должен быть именно переиздан. То есть и подшейте себе просто в бухгалтерию. Я просто вам советую. Потому что приказ об учетной, он, ну, такой проблематичный. И там нужно указать абсолютно все. Вплоть даже, он, видите, то есть там как образец там. Какие разряды мы используем у вас. Затем правила документа оборота. Я так небольшие фрагменты вам покажу. Здесь же указывается наименование показателей. Указывается, как формируется сам план счетов наш с вами рабочий. И все, видите, указывается в учетной политике. И то здесь уже ссылается уже на стандарты. То есть именно нашего бухгалтерского учета. И вы должны обязательно это использовать для себя. Второй документ, который, ну, недавно просто главбух журнал присылал. Это вот приказ об изменении в учетную политику. И здесь вот они явно прям показали, что нужно отразить в виде таблички. Можно как приложение в учетную политику сделать. И записать, то есть просто корреспонденция. Ну, если кто не изучал, еще четверка. Это считается субсидией, кто получает. Я вот так кратенько обрисую. 101 – это как раз основные средства, то есть здесь у нас идут. А потом, то есть будут делиться на аналитические группы. И вы будете их использовать. Они будут у вас делиться на особо ценное и иное имущество. Поэтому вот фрагменты как бы учетной политики. Не забывайте, приказ обязательно, особенно кто начинается. То есть эту деятельность, не забывайте, нужно проверить именно учетную политику. Есть она у вас или нет. Потому что с 1 января 2018 года нас с вами обязали это. Согласно закону 402 ФЗ. Все на него ссылается. Затем вот, начиная с 21 пункта, здесь идут первичные документы. Правила документа оборота. Графики документа оборота. Видите, то есть прописаны. Внутренний контроль. То есть, ну, теперь вот я для информации буду вам показывать, что вы видели. Во-первых, я вот, то есть вступил в силу новый федеральный закон. То есть именно о документе оборота. Если, то есть вы его используете, вы должны приписать тоже в учетной политике. Здесь вот, видите, прописано, что если мы, то есть приобретаем на иностранном языке, да, допустим, вот первичный документ, вы должны построчно перевести его на русский язык. Я основные моменты такие немножко подчеркнула, чтобы вам было наглядно видно. Правильность отражения, то есть в регистрах обеспечивают те лица, которые подписали этот регистр. Поэтому не забываем про это. Субъект вправе включить, то есть документы, реквизиты, дополнения к обязательным реквизитам согласно нашего закона. Ну, а основные обязательные есть в законе 402 ФСЗ. Так выглядит, то есть именно документы оборот, федеральный закон, который уступил в этом году просто в силу. Затем вот я на экране сейчас покажу, а вы в основании возьмите себе. Есть требования первичным документом обязательно. Если вы используете унифицированные формы, вообще по закону считаются они необязательными. Но во всех программах, в которых вы работаете, если это связано с 1С конкретно, то во всех программах используются унифицированные формы. А раз унифицированные, вы должны просто сделать приложение к учетной политике в виде таблички, в виде таблички, и туда свести все документы, которые вы используете у себя в практике. Все. Чтобы показать просто проверяющему, что вы применяете унифицированные формы, потому что по закону они необязательны, то есть в применении. Поэтому про это, то есть тоже используйте вариант. Другой вариант, то есть в конце этого файла, то есть у меня есть вот приказ об утверждении перечень лиц. Это тоже нужно сделать. Кто у вас имеет право подписывать первичные документы. То есть, ну, можно написать просто перечень лиц, которые имеют право подписи для себя. И прямо их указать, кто будет подписывать, чтобы нам, как бухгалтерам, было просто это все видно. То есть именно что приказ есть, да, смотрим, кто подписывает, но заодно прочитываем то, что там написано. Самые унифицированные формы, вот я еще хотела обратить ваше внимание, вы себе напишите. Это приказ, у вас сейчас 52Н. Наши формы, они унифицированы, они имеют везде коды, то есть окут. И поэтому в этом плане, то есть старые, то есть не используйте приказ, а используется только 52Н. Потому что это раньше было, то есть вариант. Вот это унифицированные формы. Есть новые сроки, ну, вот здесь немножко покажу, то есть на экране, может быть, кому-то нужно будет. Потому что в 2018 году изменился срок хранения. И вот все регистры налогового учета сейчас хранятся 5 лет. Если раньше было прописано 4 года, теперь 5. Акты сверки, договора тоже 5 лет. Затем связано с осуществлением страховых смыслов, кто в расчетной группе особенно работает, 6 лет после окончания года. 4 ФСССР 5 лет. Кассовые документы в течение 5 лет. Ну, то, что касается зарплаты, так это, как и раньше, было 75 лет. Потому что связано как раз с нашим пенсионным фондом. Ну, вот в основном, то есть видите, то есть минимальный срок 5 лет. Не забывайте про это, потому что сроки изменены. Хранение документов, чтобы вы про это знали. График документа, оборот, может вот таким образом выглядит. Это мое предложение просто, то есть к вам. Вы просто задаете в виде таблички, указываете, какое наименование документа. То есть вы прописываете срок, когда предоставляется в бухгалтерию. И самое главное, я бы очень хотела, чтобы вы сами не нарушали эти сроки. То есть если там у вас срок стоит 25 число, значит только до 25. Позже нельзя принимать, потому что это пойдет риск только на нас с вами. Так как главных бухгалтеров, наверное. Затем вот еще есть правило документа электронного, документа оборота. Вы должны как раз вот здесь, то, что я уже сказала, прописать. То есть используете вы его или не используете. И сделать просто в виде вот такой таблички, где он у вас хранится для себя. Потому что, ну, проверяющий, особенно налогового инспектора, вы не имеете права отказать ему в проверке за компьютером. И вы должны создать ему отдельное рабочее место. И, соответственно, он уже будет вас проверять именно в компьютере. Поэтому базы у вас должны более-менее идеальные составлены. Затем у нас есть еще положение о внутреннем, то, что касается все этого положения, о внутреннем финансовом контроле. И можно сделать вот в такой табличке просто график проверок. То есть, допустим, ревизия кассы и какой срок, там квартал ежемесячно по закону. Но по закону инвентаризация ежемесячно проводится. Закон это всегда все тот же. 3210 У, то есть Центробанка. Поэтому, если кто не знает, можете приписать. Указание Центробанка 3210-У называется. Ну, кто поет на курсы, то есть вы все равно эту информацию все получите. Проверка соблюдения лимита обязательно главным бухгалтером. Наличие актов сверки с поставщиками. Проверка правильности, инвентаризация, то есть финансов и не финансовых активов. Занимаются в основном это, то есть внутренним контролем аудитора. Если они есть в штате. Если нет, тогда, то есть кто будет назначен ответственным. Это называется как раз финансовый контроль. То, что прописано именно в самом положении. Его нужно просто создать для вас. Ну, и в конце я вот здесь еще открою результаты, то есть инвентаризации. Потому что мы с вами на пороге, я бы сказала, инвентаризации, да, уже стоим. Поэтому в годовую отчетность, то есть вы должны отразить все фактическое наличие. Поэтому не ранее 1 октября вы уже попадаете в этот период. Мы проводим с вами инвентаризацию. Все так же, как в коммерческой структуре, так и у нас с вами. И делаем эти просто какой-то для себя. То есть акт инвентаризации, если излишки. Ну, излишки обычно бюджетной сферы. Они стараются мне как-то сообщить, что мы стараемся их обойти в бюджетной сфере. Я говорю, хорошо, но когда у вас проверка, вы это не обойдете. И они все равно где-то у вас выявятся. Потому что казначейство этим у нас с вами занимается. Теперь вот следующий наш стандарт, чтобы мы успели с вами так пройти по ним, по всем, называется, то есть основные средства. То есть создавало его Министерство финансов, поэтому на сайте Министерства финансов вы можете просто его использовать. И на некоторые элементы, которые самые главные здесь, я считаю. Применяется он, видите, уже с 13 мая вступил в силу, 13 мая 2017 года. Но мы его начинаем с отчетности 2018 года использовать. Субъектами как раз попадают организации госсектора. Я вам выделала здесь вот на, то есть слайдики, то есть раздела 1. Затем термины здесь есть, я не буду сильно останавливаться, но только помните, всегда основные являются, то есть срок использования более 12 месяцев. У нас есть с вами отличие от рыночной экономики, поэтому в этом плане не забывайте. Срок использования для вас главный элемент. Ну а теперь вот критерии, то есть открою основных средств, я здесь пропущу немножко варианты. Во-первых, на амортизацию у нас с вами начисляется, то есть, ну, начну с первоначальной стоимости, раз я первую его открыла. С суммы НДС, то впервые у меня работать пойдет бюджет. Включается в стоимость, вовнутрь стоимости НДС, но если вы используете приносящий доход деятельности, не забывайте, значит отдельно, как в рыночной экономике. Приносящие, значит отдельно, если субсидии, значит включаете в стоимость эти элементы, потому что иногда про это вы у меня забываете в практике. Затем, то есть с точки зрения метода начисления амортизации у нас с вами сейчас по федеральному стандарту их три. Линейный, уменьшаемого остатка, пропорционально объему продукции. Вы, опять же, согласно учетной политике должны его выбрать, хотя до стандартов мы с вами использовали только один, линейный. Сейчас нам сделали выбор с вами, поэтому вы можете это использовать для себя. Ну, скажу с точки зрения оптимизации налогообложения все равно, то есть, а здесь его исключили как раз по сумме чисел лет, очень хитро нам сделали, да, с вами в бюджетной сфере. Ну, то есть, значит, прогрессивного у нас здесь не получается с вами, только линейный метод, могу только посоветовать. Уменьшаемого остатка, он сразу, она после первого года сравняется у вас с линейным, поэтому он не прогрессией считается. А вот теперь начисление амортизации, вот это можете себе записать сейчас. Объект свыше 100 тысяч, вы начисляете с нормами амортизации, 100 тысяч превысило за единицу, начисляем ежемесячно, как мы начисляли и в рыночной с вами экономике. Если объект до 10 тысяч рублей, амортизация не начисляется, а стоимость одновременно списывается на забалансовый счет 21, сразу назову, если кто знает, то есть, знает уже бюджетный учет, они сориентируются. Но сейчас 10 тысяч рублей, то есть, раньше до стандартов было 3 тысячи у нас с вами рублей. И объект, смотрите, от 10 до 100 тысяч рублей, амортизация начисляется 100%. Поэтому у нас, как бы, нам с вами, согласно федеральным стандартам, сравняли бюджетный учет с налоговым учетом, потому что там тоже 100 тысяч. Поэтому в этом плане, то есть, будете просто применять. С точки зрения, то есть, ну вот еще вот здесь есть понятие инвестиционной недвижимости, можно посмотреть, но здесь вот к отчетности еще прикладывается пояснительная записка. То есть, здесь как раз в этом стандарте будет у вас указано. И она содержит, видите, балансовую остаточную стоимость неэксплуатируемых объектов, затем находящуюся в эксплуатации отдельно, нулевая, видите, остаточная стоимость. Это все в пояснительной записке нужно будет отразить. Балансовая остаточная стоимость изъяток из эксплуатации. Поэтому нужно эти стандарты очень так подробненько, то есть, все равно изучить. Но пояснительной записки не забывайте. По основным нам придется за год прописывать очень большую просто информацию. Здесь же есть переходные положения в этом стандарте. И здесь сказано, что в учете ранее не признавшая такую в составе основных средств отражаются по первоначальной стоимости. Недвижимое государственного имущества по кадастровой стоимости. А финансовый результат нам нужно будет сделать в качестве корректировки показателей отчетных периодов. Ну, такой элемент, то есть, который связан с этим стандартом. В дополнение, то есть, ну, понятно, что этот элемент, он тоже у вас отсутствует, но, тем не менее, я вам покажу просто на экране. Просто, то есть, вы можете написать себе вот приказ Минхина 64Н, он существовал, где он советует, то есть, именно как сделать переходы. И я вам просто советую, то есть, просто все то, что у вас было, допустим, до трех тысяч, все делается через 401-30, то есть, через ваш счет. Он здесь везде будет повторяться. 401-30. Можно это сделать, допустим, программа, как операции вручную. Ну, допустим, где объект уже списан, списали, поставили на тот объект, который вы будете вести в учете. Потому что некоторые объекты их переместили. Для примера, правда, приведу, допустим, многолетние насаждения, они сейчас называются биологические ресурсы. И вам на тот счет его нужно перенести будет на конец года. Чтобы 18-й год вы завершили, у меня правильно. Поэтому не забывайте, нужно по плану счетов просто посмотреть, то есть, именно как это проводится. Но в основном используется счет 401-30, то есть, с этим счетом. Применять будете именно переносить какие-то элементы, которые у вас не используются. Вот это касается именно основных, просто таких средств. Затем, следующий ваш стандарт, это вот у нас аренда. Третье, которое вступил в силу, аренда, называемая. То есть, и здесь вот я бы хотела обратить ваше внимание, что вступил в силу он с 1 января 2018 года. Во-первых, первый элемент. Затем, во втором пункте, при отражении, при получении во времена пользования субъекта учета, применяют этот стандарт? Когда он не применяется, вот это для себя, для информации можете пометить. Когда договора аренды заключаются, ну, здесь природного газа, нефти, если вы используете для разведки. Ну, вот мы тоже занимаемся с вами сайтами лицензионных соглашений. Объекты нематериальных активов можно не использовать. И вот соглашение об аренде биологических активов. Только в этом случае, в этот стандарт не изменяете. Но, то есть, именно с октября месяца еще появился один стандарт, то есть, долгосрочных договоров. Поэтому его нужно тоже иметь в виду в себе, потому что он вступил в силу не с 1 января 2018, а его утвердили только вот с октября месяца. Поэтому они у нас с вами все больше добавляются с каждым месяцем, поэтому нужно будет их просмотреть. У вас должно быть обязательно соглашение об аренде, договор, передающий имущество. Ну, часто слышу, что арендодатели не сильно правильно оформляют. У вас не только договор аренды должно быть или соглашение. У вас должно быть и приложение стоимость имущества. Потому что арендодатель, арендатор, он должен указать это в забалансовом счете. И поэтому про это не забывайте, то есть, особенно, если вы сами передаете именно аренду помещения. Ну, суммы, они, хоть вы и перечисляете их, они вам вернутся все равно обратно. Поэтому этот вариант вы можете не опасаться, что вас требуют перечислить, то есть, бюджет, именно эти суммы. Затем, если здесь понятие объекта аренды, он, видите, операционная, то есть, и финансовая, поэтому здесь тоже есть. Потом даты, сроки, здесь есть характеристика, то есть, очень много таких элементов. Ну, и последнее здесь, где я выделила, когда он вступил просто в силу. С 1 января и вот с отчетности, то есть, 1 января, опять же, 18-го года вы должны были указывать. Вот сейчас обратите, вы сейчас три стандарта посмотрели. Если первые два стандарта было просто написано с отчетности 18-го года, то здесь уже четко было с 1 января. И в отчетный период, если у вас был этот элемент, вы должны были уже отразить или корректируем уже потом через за год свою отчетность. Ну, вот такие как бы элементы. Следующий ваш стандарт, это 259, я его сейчас вот открою немножко, секундочку. Называется обесценивание активов. Но, не забывайте, применяется для ведения, то есть, номер его давайте запишем хотя бы 259. То есть, если что, на сайте казначейства.ру все равно можно это найти. А вступил в силу, он применяется также с 1 января 18-го года. Отражать мы будем с вами с отчетности 18-го года, то есть, всю информацию, если вы занимаете обесценивание. Ну, допустим, что-то у нас с вами устарели, да? Устанавливает признаки, не применяется, вот можно себе для информации пометить, в отношении запасов. Финансовые активы, которые не предусмотрены настоящим стандартам. Другие активы здесь сказаны о целях их обесцении, а также раскрытие информации обесценивания таких активов. Существляется здесь согласно положению федеральных стандартов, сказанным. Потом идут несколько терминов, то есть, именно по обесцениванию активов, поэтому вам нужно будет их проследить. Здесь есть понятия такие, не генерирующие денежные потоки, которые ожидаются в виде полезного потенциала, с целью владения не является получение денежных потоков. Еще есть такое понятие генерирующие денежные потоки. Поэтому с определением нужно со стандартом немножко так нам с вами поработать. И последний стандарт, чтобы мне нарушение еще вам успеет показать, то есть у нас с вами есть вот 260Н, можете записать его 260Н, предоставление бухгалтерской отчетности называется. Ну вот самое главное я бы назвала первый и второй, то есть по основным. Вот особенно, потому что остальные элементы, может быть, что-то вы не используете, а вот предоставление отчетности, то есть 260Н, вам нужно, то есть, конечно, использовать для себя. Здесь написано, что стандарт применяется в представлении бюджетной отчетности с отчетности 18-го года, именно в самом стандарте. Затем, то есть, я пропущу эту страничку, то есть, именно в третьем, третий пункт напишите, что она будет у вас не применяется, этот стандарт. При составлении, то есть, отчетности специального назначения, в том числе управленческой отчетности и налоговой отчетности, потому что он не будет действовать на эти, то есть, виды. А при составлении вот общего назначения, то есть, тоже они используются с бюджетным законодательством, поэтому есть варианты, когда мы не все с вами можем подстроить именно под стандарт. Но здесь вот даны определения, что такое отчетная дата, пояснение обязательно бухгалтерской отчетности у вас должно быть, раскрытие информации, также дано, какие требования предъявляются к этой отчетности. Но самое главное, вот можете себя пометить, здесь не такая уж большая, то есть, именно в формулировке бухгалтерская отчетность содержать у вас должно быть об активах, обязательствах, доходах, расходах, движении денежных средств и дополнительную информацию, которую вы сопровождаете в ваших пояснительной записке. Активы, обязательства, если не видно, доходы, расходы, движение денежных средств и дополнительная информация, то есть, именно если вы поясняете, то именно в пояснительной записке бухгалтерская отчетность, это обязательно. Затем данные, то есть утверждается вот в девятом пункте, прям девятый, все о памяти, пункт 9, там прям четко написано, подтверждается результатами инвентаризацией. Пояснения должны у вас содержать, то есть наименование субъекта, степень отчетности индивидуальной или консолидированной, вы должны это прописать, отчетную дату на единице измерения. Ну и отчетным периодом считается с 1 января по 31 декабря, но так же, как во всей отчетности, то есть любой просто организации, поэтому вы можете просто ее применить для себя. Ну а мы с вами, нам останется последний с вами, то есть фрагмент по семинару, но вот это нарушение в области вы себе, я вам прикрепила его в личный кабинет, поэтому вы можете его скачать, я просто обращу внимание на ваши фрагменты, потому что в основном законодатели, они всегда, то есть они отобращают внимание на вашу учетную политику. И, то есть мне не надо вас учить всех, то есть можно это составить всегда задним числом, если вы видите, какие-то нужны делать коррективы. То есть может приказ об учетной политике, он не сдается в налоговые органы, то есть не сдается в казначейство, то есть вас будут требовать его, когда придут к вам на проверку. Во-вторых, не забывайте всегда, если где-то у вас сомнения, я всегда за это, это даже аудиторы советую, то есть по нашему направлению, значит все прописано в учетную политику. Сделать можно просто табличку такую в виде журналах хозяйственных операций, если вот где вы сомневаетесь, и действительно не уверены по инструкциям, в какой счет вам отнести. Да я вам всегда приложение сделаю, напишите содержание вашей операции, дебет, кредит, оно подписывается вашим руководителем учреждения, всегда будет это доказано вами, что у нас в учетной политике отражена вот эта операция, особенно где у вас какие-то есть сомнения. На что обращают внимание, они, видите, сразу вот на учетную политику нарушения, то есть основные на что, то есть в большей степени вот в семнадцатом году было и в восемнадцатом начале обращено. Соответствует ли представлена к проверке учетная политика структура тростлевой деятельности? Здесь вот я еще из, ну, наверное, из опыта семилетнего, то, что веду в специалисте этот курс, проверьте свои уставы. Все ли у вас вся деятельность там прописана? Бывают просто плачевные результаты, когда вы делаете деятельность, причем в бюджетной сфере, а в уставе не прописано. Ну, ладно, если у нас есть бюджетно-автономно, у вас есть приносящий доход. А если вы у меня казенное учреждение, и вы вдруг деятельность занимаетесь, которая не прописана вашим уставом, а у вас нету приносящий доход деятельности, это занимается, это уже прокуратура, это уже не другие органы, это очень серьезные такие элементы, поэтому не забывайте, проверьте вы устав, действительно ли все у вас соответствует. Затем, отвечает ли вот представленная к проверке учетная политика закона о бухгалтерском учете? Ссылки все на закон 402 ФЗ, то есть однозначно, нужно просто проверить, все ли у вас соответствуют этим требованиям. Затем, по результатам проверок, здесь вот они совет, обычно следующие недостатки есть. Состав учетной политики не соответствует требования нашей инструкции 150Н. Допустим, у вас отсутствуют акты, то есть какие-то, которые вы можете подтвердить. Вам нужно утверждение рабочего плана счетов, но чисто практически, я бы вам сказала, то есть не стремитесь его утверждать и распечатать, это просто бессмысленно. Это не две странички рыночные плана счетов, это 300 страниц плана счетов. Можно просто в учетной политике прописать, что рабочий план счетов, то есть в электронном формате у вас создан, и не нужно распечатывать такой большой поток вот рабочего плана счетов. Он будет также у вас, то есть в учетной политике приложен, и все. Нужно просто прописать, что рабочий план счетов в электронном документе обороты, все будет правильно. Методы оценки отдельных имуществ вы должны обязательно прописать, какую вы используете. Правила документа оборота, то, что я вам уже показывала, стандарты, нарушения они уже стабильны, может быть, из этого расчета и стандарты были созданы. Порядок признания в бухгалтерском учете, то есть всегда помните, что все доходы отражаются в том отчетном периоде, когда вы получили, и расходы в том отчетном периоде, когда у вас идет расход. Потому что здесь взаимосвязано еще, видите, с налоговым кодексом. И всегда я бы хотела, чтобы вы помнили, налоговые за нами с вами прослеживают. И как только вы у меня в сторону, чуть-чуть в сторону, тут подстраивается налоговый кодекс. И значит, все облагается налогами. Поэтому нужно это просто просматривать, нет ли где-то у вас из налогового кодекса то, что у вас облагается. Но хоть у вас не облагается, напоминаю, налоговую декларацию, вы у меня нулю, вы и сдаете в налоговую. Там нигде не написано, что вы не сдаете. Поэтому, а штрафные санкции за это есть. Поэтому сдаем. То есть, тем более, вот сейчас вот уже 25 октября наступает, да, вот-вот. И нам нужно сдавать НДС, поэтому не забывайте. Затем порядок проведения инвентаризации актива. Мы сегодня уже вам с вами говорили про это в стандарте. Поэтому тоже не забываем. Формы первичных документов. Ну, я знаю, что вы мне все знаете, но еще раз напомню. Все реквизиты должны быть заполнены, пустые, прочеркнуты. Это считается, что документ составлен в правильном соответствии с законодательством. И тогда никаких просто не будет просто претензий к вам. Затем финансовое, внутреннего финансового контроля. Видите, порядок. Если вы его используете, вы должны, вот, согласно нашего положения, 256Н как раз его использовать. Опять же, видите, обратили внимание, все ошибки с учетной политикой. Учетной политикой определено, что проверенные с учета учетных политиков должны систематизироваться по датам совершения операции. Ну, значит, я могу сделать по этому анализу вывод, что в некоторых документах у нас даты отсутствуют. Должно быть указано в журналах операции и в главной книге. Имеются, опять же, вот в неточности, вот они ссылаются аудиторы на циферное обозначение. Потому что одни разделы арабскими обозначают, а другие римскими. Должно быть везде одинаково. Поэтому вывод, вроде кажется, смешной элемент, но нарушения уже есть. Ну, вообще недопустимо, но, видите, по проверкам аудиторы сделали анализ и, то есть, видели, что такой вариант есть. Образ они, видите, даже в общие такие ошибки, то есть, его выделили. В четвертом касается денежных документов. Еще раз напоминаю, ваше указание, если где-то у вас проблемы с кассой, только в одном документе это написано. Указание 3210О, Центробанка. Открыли, если используете кассу, и подробненько там у нас с вами указано. Не забывайте еще один элемент в этом году. У нас очень такой серьезный элемент онлайн-касса. Значит, закон 54 ФЗ и плюс 290 ФЗ. Поэтому не забываем, то есть, потому что с онлайн-кассами действительно проблемы. Ну, и так как мы здесь на семинаре, я вам напомню. С 1 января, то есть, у нас НДС меняется, и ставка у нас 20%. И кто использует онлайн-кассу, у нас действительно проблема будет очень большая. Потому что 31 декабря это 18%, а 1 января 20%. А онлайн-кассы на 20% не настроены. И нам нужно в ночь на 1 января с вами перенастроить еще онлайн-кассу. Об этом уже везде налоговые уже прописывают. Они просто пойдут штрафными санкциями на нас с вами. То есть, поэтому в этом плане задумайтесь об онлайн-кассе, потому что это очень такой серьезный элемент, который... И если вы делаете расчеты наличные, не забывайте, онлайн-касса у вас должна присутствовать. Вы не имеете права без онлайн-кассы тогда работать. Даже вариант, то есть, в этом году очень... Обязательно. Обязательно. То есть, причем, вот даже если вы рассчитываются где-то платежными картами, эквайрингом, тоже нужна онлайн-касса. Даже вариант, вот до сих пор комментарий налоговых органов не было, но я вам с точки зрения нарушения скажу, это точно есть. Даже подотчетное лицо, когда идет рассчитываться за товары, он должен с собой взять онлайн-кассу. Но признак выбрать расход. То есть, поэтому варианты именно с онлайн-кассами, они есть. Но до сих пор налоговое разъяснение по подотчетным не предъявили. То есть, пока остановились на этом варианте, но я считаю, это неверно. Если так представить, да, всем подотчетникам купить онлайн-кассу. То есть, во-первых, если нам еще не выделяют, да, в дючнике. В дючнике подотчета, и после того, для свечей, и дальше покупайте. Вот он, когда рассчитывается, то есть, покупателям для налоговой, он должен пробить в чеке расход, что он рассчитывается за это. То есть, поэтому в этом плане, то есть, попадает на сайт налог.ру, они все это просто информацию видят. Да, да. И тоже онлайн-кассы. Теперь вот с 1 января у нас, опять же, федеральные стандарты, то, что мы рассматривали, вот здесь фрагменты, здесь немножко осталось у нас с вами. При формировании учетной политики вы должны выбрать, если все-таки на забалансовых счетах у вас по-разному ведется стоимость, поэтому вы должны тоже ее прописать. Допустим, поостаточное вы там отражаете. Или, допустим, как вот здесь привели пример, один объект, один рубль, допустим, у вас стоит. Вы должны это прописать тоже в учетной политике. Опять же, метод начисления амортизации, так как свелись сюда именно, значит, ошибки очень так в прогнозе у нас есть с вами. И здесь же в конце этого документа, во-первых, ронология подшита, должны быть очень четко у вас документы. И здесь же в этом документе в конце этой сведены просто нормативные документы, так как он есть у вас в электронном виде, у всех, кто присутствует на семинаре и записался, он у вас будет. И вы можете посмотреть все ваши нормативные документы. Ну, вот такой вариант, то есть именно нашего семинара, приглашая просто в группу, то есть 1 февраля, то есть я просто вас хотела бы, чтобы вы не забывали. Если вас интересует, и вы, допустим, планом счетов плохо ориентируетесь, обязательно, то есть попробуйте попасть в группу, чтобы я вас направила по плану счетов, и вы очень смело с ним просто ориентировались. Поэтому...